Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Михаил Судаков. Я сегодня рассуждаю с вами вместе, надеюсь, на тему жив ли сегодня спектрум, насколько много по нему пускается игрушек, сколько много производителей, которые для него игры пишут, как, в принципе, это нужно делать и зачем это кому-то нужно, по большому счету. Так что попрошу минут 30 внимания, может быть, больше, но вряд ли сильно. Давайте начнем. Как наверняка многие знают, в этом году стукнуло спектрум 42 года. Все знают, что такое 42. 42 это ответ на главный вопрос вселенной и вообще, и всего такого. Соответственно, многие приставки платформы компьютеры после этого возраста почти просто подыхают и про них никто ничего не слышал. Некоторым, честно говоря, из 42 дней достаточно, чтобы помереть и больше не воскресать никогда. Да, спектрум до сих пор все еще прет яростно. И вот доказательство этого самого трения. Смотрите, у спектрума, как и у любой другой платформы, были свои и есть свои взлеты и падения, разумеется. Вышел в 82-м году и уже в 82-м году, сейчас покажу такой график, за него большое спасибо сайту TheXArt, потому что, ух ты, какой интересный звук, сайту TheXArt, потому что там статистика уже была подбита, мне не пришлось очень долго сильно возиться ее подбивать. Соответственно, смотрите, конечно, там мало что можно разобрать, но я вам просто продиктую основные параметры. Смотрите, 82-й год, 936 сортин всяких разных насчет на этом сайте TheXArt. Если сравнивать с сайтом, идти по спектрум-компьютерам, там периодически разнятся, соответственно, показатели, где-то больше, где-то меньше, но общая тенденция, она именно такова. В 82-м году спектрум выходит, уже в 83-м году количество программ взлетает до 3500 фактически, а в 84-м году это настоящий пик уже 3800 программ. Если посмотреть, повторюсь, по западным ресурсам, там может насчитаться и 5500 программ. В принципе, спектрум-это компьютер, который каждый раз, когда спрашивают, сколько там софта, говоришь, ну, несколько десятков тысяч, ты обычно не ошибаешься, потому что так оно, в принципе, и есть. Вот, опять же, 85-й год, все еще пик, но что происходит в 85-м году, я, в принципе, думаю, вы знаете, начинают появляться гораздо более мощные современные системы. Одна Амиго. Амиго! Одна Амиго чего стоит? Да, она, конечно, стоила сильно дороже, чем спектрум, она стоила натурально в несколько раз дороже, да, первая Амиго стоила 1300 долларов, спектрум стоил, ну, меньше 200 фунтов, на самом деле, 48К. Модель, что, в принципе, было там примерно 350 долларов, то есть 4 раза дороже была Амиго. Но, тем не менее, она уже через пару лет подешевела в два раза фактически, и игрушки, и соптивные на ней гораздо лучше выделили, гораздо лучше звучали, и, в принципе, этот компьютер рассматривался многим как какой-то прорывной. Плюс, опять же, были другие компьютеры, была Atari ST, был тоже популярный, набирающий популярность Commodore C4, начал более-менее развиваться потихоньку-потихоньку полигонный IBM PC, хотя, конечно, в 85-м году это был Куран Масмек с опаком на гавканье, это было не смешно, насколько там паршивая графика, паршивый звук, паршивое все, при том, что на Амиго на той же было все прекрасно и замечательно. Все еще спектрум пользовался популярностью, но потом потихонечку популярность начала сдавать, и она сдавала фактически в год до начала 90-х годов. А что, как вы думаете, случилось в 90-х годах вначале? Какие ваши предположения? Спектрум! Это понятно, что спектрум, может быть? Разпроцессу, а санюза. Совершенно верно, ну и это тоже, конечно, вряд ли это реально популярно спектрум, но действительно все знают, ну или многие не знают, в 86-м году спектрум у нас немножечко, 85-м наш скорее, склонировали, да, сделали первый львовский вариант, А после этого эти иконы начали появляться, как грибы после дождя. В принципе, как раз конец 80-х, начало 90-х, это считается такой чуть ли не рассвет спектрунизма в России и в странах СНГ, садьбы Шелевского Союза, 89-й, 90-й, 91-й и так далее. И опять же, софта просто начала появляться не только из Великобритании, а еще и из других стран. В частности, из России, Украины и многих других, опять же. Из Польши, да, из Польши тоже огромное количество софта. Мало того, что они нам подгоняли по-браске, так сказать, взломанный софт, да, периодически его ломают для неузнаваемости, но они просто хороший софт периодически писали. И вот популярность спектру на этой волне, но не только на этой, конечно, начинает немножечко взлетать, где в 96-м году, она, опять же, у нее очередной пик, такой временный пик. А потом уже как бы его особо вроде ничем не поддержать. И популярность начинает падать, 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 пока у 2006 года, там, 193 программы вышло. Казалось бы, все, платформа начинает погибать. Но потом, я вот сейчас специально увеличу, потому что гораздо удобнее будет смотреть, чтобы на эту линию такую ровную, как у покойника, не глядеть. Видите, в 2006-м потихонечку количество программ начинает увеличиваться, 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 увеличиваться. Почему? Потому что те самые детишки, подростки, которые в 80-х, условно говоря, в 90-х годах, они вот только-только спектру. Да, да, это вот большая часть сидячек, наверное, в этом зале. Они, наконец-то, повзрослели, и они потихонечку начали вспоминать, что есть такой замечательный компьютер спектру. Кто-то, конечно, не расставался вообще никогда, ни на секунду. А кто-то подзабыл лет на 10, а потом начал вспоминать, ой, а классные игрушки Dizzy, а классные игрушки R-Time, Renegade, Robocop и так далее и тому подобное. Эксолон, опять же, вот пошло, потихоньку поехало, опять же, начали появляться, как-либо после дождя, эволяторы, всякие разные, которые все более были, более становились совершенными. И, опять же, это позволило людям без компьютера спокойненько играть в игры для спектру. И людям без компьютера, без спектру, без живого, писать игрушки для этого самого спектру. И таким макаром программа стала больше, популярность начала подниматься-подниматься. Если посмотреть вот на эту, опять же, табличку, то у нас видно, что очередной пик – это, условно говоря, 2019 год, но 2023, я 2024 не стал брать, потому что он еще не закончился, и смотреть количество программ – это не очень правильно, конечно. В принципе, сейчас каждый год выходит более 400 программ без спектру. Когда я в музее, в котором я работаю, от Яндекса рассказываю, что до сих пор выходит каждый год по 400 программ, у людей, которые с этим не знакомы, у них обычно глаза могут вылезать. Я говорю, это вы еще не знаете, что, в принципе, программа выходит и для Commodore, и для Amiga, и для NES, и много чего еще. Платформам, которые, ну, по 40 лет, некоторым поменьше, некоторым побольше, опять же. Даже для несчастной отеля 2600 до сих пор пишут новый сон. Хотя, казалось бы, 128 байт памяти, ну, это даже не смешно, не стоит о графике. Тем не менее, спектр, у них это далеко с как-то, ну, в принципе, да, опять же, это вот правильно, да, правильно. Это то, что позволило людям в спокойной, комфортной обстановке, легко, быстро, дешево, бесплатно практически, знакомиться с спектром. Не обязательно иметь настоящий спектр, достаточно скачать эмулятор. Эмуляторов тьма тьмущая. Про первые даже говорить не буду, они сейчас уже не очень нормально работают, где-то вообще не опускаются. Слабенькие, кривенькие. Это, наверное, одни из самых популярных, но, на мой взгляд, фьюз просто мультиплатформенный. Он на под макосе есть, под макосе есть, под винду есть, в принципе, под все есть, опять же. Unreal Speccy – это преимущественная биндозная программа, отечественная, опять же, хорошая, мощная, с поддержкой кучи функций, которых в фьюзе нет, даже близко. Но она, вот у нее есть какой-то один, и, наверное, условно говоря, для мако, он работает кривенько, честно говоря, и в итоге мне гораздо проще пользоваться тем же фьюзом. Ну, и спектакуляторы – это такой стандарт для британца, к примеру, они большую часть пользуются либо фьюзом, или спектакулятором, который платный, но надежно работает, нравится, устраивает, и все хорошо. В принципе, с этим. Хорошо, а опять же, что такое разработка игр для спектрума? Ну, здесь сидят люди, которые гораздо, гораздо больше меня в этом понимают, прям в разы. Я, скорее, такой журналист, и чуть-чуть, самое малое, на полпроцента ходит. Здесь сидят и художники, и программисты, и музыканты, и геймдизайнеры замечательные, которые пишут игрушки топовые. Про некоторых я даже упомяну сегодня. Но, собственно говоря, чтобы разрабатывать игры для спектрума и вообще любой другой софт, у вас есть несколько вариантов. Ну, давайте поговорим все-таки про игры, раз я про игры говорю. Смотрите, есть готовые движки. Может, конечно, показаться забавным, да, потому что какой-нибудь Unreal Engine, или, прости господи, Unity, или там, кладут какой-нибудь. Да, это современный, для современных платформ, то есть спектрума свои движки тоже есть. Наверное, самый популярный, причем достаточно самый старый, пожалуй, один из самых старых, это Advanced Game Designer. AGD, так его называют по-русски. У него плохая репутация, в некотором смысле, потому что на нем очень легко делать игры. Очень легко делать игры людям, которые не умеют ни программировать, ни рисовать, ни писать музыку, ни в геймдизайн. Они вообще, для черта, не умеют, но игрушки сделать могут. И они, вот, начиная делать игру, появляется, получается, страшная дрянь, и этой страшной дряни достаточно много. Но при этом это не очень справедливо, потому что на AGD, это такой достаточно гиркий движок, в определенных рамках, разумеется, на нем можно делать хорошие, классные игры, даже там, с каким-то уникальным новым геймплеем. Преимущественно это платформеры и всякие разные аркады, но бывают и хорошие вещи, которые либо стилистикой выделяются, либо там, графикой, например, либо геймплеем, либо еще в чем-то. Он плавный, он шустрый, он, повторюсь, позволяет без огромного, там, серьезного программирования что-то сделать. В общем, хороший, на самом деле, движок, просто когда его используют по назначению люди, которые не сильно талантливы, это, конечно, никогда не весело. Также есть движок La Churera, или МК-1, собственно говоря. Это от команды Mohon Twins, такие товарищи. Вот, они на нем выпустили чудовищное количество игр, опять же, под него, опс, перескочил. На нем, опять же, другие люди делают игрушки. Если человек, который обыгрался в большое количество современных игр для спектрума, он запускает игру на МК-1, на АГД, он просто никогда не ошибется, что к чему. Потому что у них очень разные, вот, ощущения, у них разные прыжки, разная скорость движения. Там, в La Churera есть, например, такая инерция, достаточно сильная, почти всегда. Это можно сделать и в АГД, но незачем, опять же. В общем, движок нормальный, хотя мне АГД нравится больше. Затем, вот, совершенно новая вещь, это вот ZX Spectrum Game Maker, это новый движок, который зачем-то появился, и он пока что, по крайней мере сейчас, он совершенно убогий. Очень жалко его создатели, конечно, ну, точнее, нет, не жалко. Он просто тормозной, там персонаж двигается задерганно, он достаточно забагованный, но, предположим, что он только-только начал разрабатываться, условно говоря, через год-через два, он вырастет и составит большую инкуренцию, собственно говоря, этим первым двум высокоописанным, вышеописанным движкам. Вот, пока, конечно, как только ты запускаешь игру и видишь, что она безбожно тормозит на спектруме, ты понимаешь, что она сделана ZX Game Maker, спектрум Game Maker. И, наконец, есть такие движки мультикалорные. Nirvana, Nirvana Plus, BeFrost, BeFrost 2, опять же. Это движки, которые позволяют работать специальным режимом, не жильни-хартвертым, а софтовым, скорее, мультикалорным. А позволяют избавить программиста от необходимости, там, тайник их вычитывать и так далее, чтобы картинка выглядела в двух словах так, как, в принципе, она, казалось, людям не могла выглядеть в 80-е и 90-е. То есть, сейчас некоторые игрушки, они выглядят так, что, если бы вы показали 80-е и 90-е, люди вам, скорее всего, не поверили бы, что это сделано спектром. Антифизическое не может эту картинку выдавать. Но может, и вы можете использовать Nirvana Nirvana 2, плюс, точнее, эти вот движки для облегчения работы с этим режимом. Окей, хорошо. Так. Ну, зачем? Нормально, все, хорошо, поехали. Да, есть другой способ, называется хардкор, это не фильм, это не что-то другое страшное. Это если вы не любите движки, если вы хотите сами работать полностью, то вы либо берете какой-нибудь Assembler и фигачите прямо на Assemblerе, фактически пишите в машинном позе с джазом какой-нибудь, какой угодно, в принципе. При желании можно многие выбрать. И делайте максимально оптимизированную программу, потому что, конечно, если хотите выжать из компьютера все, вы должны с ним говорить прямо на его языке и не пользоваться над ними движками. Или как-то эти движки чудовищно модифицируют, что некоторые из разработчиков и делают. Пожалуйста, это вот настоящего самурая, как говорится, Assembler. Можно еще писать игру для спектрума, да-да, для спектрума на C, на самом обычном. Для этого как раз существует вот Z88DK, вы, соответственно, пишете на себя, компилируете с помощью этой штуки, и у вас получается код, который приходит для исполнения на спектруме. Вышеобъемленные движки вот Nirvana и BeFrost, они, в принципе, с этим Z88DK и работают. Так что хотите Assembler, пожалуйста, хотите с C, пожалуйста, хотите BASIC, не вопрос. Можно, конечно, писать игру просто на BASIC, но вы сами знаете, опять же, кто программировал, это чудовищное что-то тормозное, очень медленно. Один из самых медленных BASICов среди 8-битных компьютеров. Ну, не самый медленный, но один из, по крайней мере. Условный BBC Micro, его просто как, не знаю, кого сделают на повороте. Вот, но есть компилятор от товарища по никам Boreal, который, в принципе, выдает хороший нормальный код, на котором игрушки даже выглядеть не особо стыдно. Написанный, опять же, на BASIC на достаточно простом и понятном языке программирования. Вот, окей, хорошо. Теперь, когда я рассказал, как это происходит, что делать, как делается BASIC Spectrum, очень вкратце, потому что он медной задачи, повторюсь, я не программист, но здесь один из людей, про которых я скажу, по крайней мере, пару слов помню. Вот, он бы объяснил, да, и все остальные объяснили. Разработчики. Разработчиков BASIC Spectrum было чудовищное количество, очень много у нас есть. Видно, Ногов знаменитый, да, наш отечественный программист, который сделал несколько шикарнейших игр, «Черного ворона» и «Буратино» и много чего еще. У нас есть западные и британские разработчики, у нас есть знаменитый Дэйв Берри, который начинал фактически на Spectrum и потом уже пошел в PC, игростроение. Рафаэль Сека, который сделал Axelon и так далее. Есть близнецы Оливеры, которые не то чтобы прям очень крутые программисты, они сами никогда этого не скрывали, но они зато, в принципе, делали хорошие игры, увлекательные. Это, на мой взгляд, важнее, чем программирование. В общем, Коста Панжа и прочее, 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 Стик Тернер, огромное количество легенд, которые просто все не перечислили. Я сейчас хочу остановиться на некоторых людях, которые делают для Spectrum игры сейчас. И вот, например, хочу начать с компании Zosia Entertainment. Питерская компания, которая окутана тайной, потому что никто, блин, знает, кто там работает. У всех есть предположения какие-то, догадочки, возможно. Мы знаем ровно одного человека, Наташу Золотову, которая является, так сказать, лицом компании. В данный текущий момент Zosia вроде как официально ничего не делает, потому что Zosia Entertainment, она рассчитывала на продажи игр на Запад, а сейчас по некоторым причинам этого сделать невозможно. Поэтому у них продажи остановились там, а у нас, по словам Zosia, особо игры не покупают. У них есть принцип такой, что когда они делают игру, на которую они могут потратить, ну, месяцы, а то и годы, у них огромные, большие игры, очень красивые, с графикой шикарной, со звуком и прочее, и прочее, они ее выкладывают бесплатно всегда, а потом продают физическое издание. И вот как-то в России не сильно развита вот эта, так сказать, культура покупки физических изданий на Западе и в Британии, она развита гораздо сильнее. Поэтому пока вот они ничего не продают, и даже у них магазин есть, то он как бы не функционирует особо. Но игр у них огромное количество, я здесь всего пять штук перечислил на самом деле. Вот, например, внизу Серафима в левом нижнем углу. Это такая фактически Metroidvania, очень большая, подавалась на один конкурс, про который я после этого еще расскажу. После того, как она в нем победила, она еще через полгода, ребята, выпустили обновленную версию, которая натуральный игру в полтора раза больше сделала. Опять же, все это за бесплатно. И у нее даже пока что не было физического издания. Вот, например, игра, опять же, Value of Friends. Это такой очень классный run-and-gun жанр. Клон Савиджа, кто знает, да? Нанека знает, да, Савиджа? Вот, очень хороший, классный, красивый клон Савиджа, который, опять же, по техническому исполнению, по графике этого самого Савиджа, ДВП, просто за пояс, за... Геннайт, как сказать, господи, затыкает. Дрифт, опять же, дрифт, это гонка с отличным движком графическим, гоночным, с необычным симуляцией, но если к ним привыкнуть, то проникаешься. Трейлфрутайм сверху, это совершенно потрясающая вещь, опять же, гонка с хорошей графикой, и, самое главное, с огромным количеством трасс, и даже с сюжетным режимом. Причем с хорошим, продуманным сюжетным режимом, с интересным. Потому что с Вехтином такого, в принципе, не было. Большая часть игр, которые здесь были, с Вехтином просто не было. Казалось, что не могли существовать. Изрядная часть игр, про которые я сегодня просто даже буду упоминать, если бы, опять же, они вышли в 90-90-90-х годах, скорее всего, разработчики стали бы, ну, миллионерами. Потому что вот игры, когда выходили, часто гораздо меньшего качества. Ну и, наконец, Angels — это простой, но, опять же, симпатичный beat'em up. Простой по геймплею, но симпатичный по исполнению. Вот, к сожалению, повторюсь, Зося сейчас непонятно, работает ли или нет, но вот последнюю игру она выпустила буквально в прошлом году, так что она прокатывает в этот список. Дальше. Retro Soul Studio. Это Денис Грачёв, тоже отечественный программист и художник, видимо, музыкант, все-таки. Впрочем, в первую очередь, программист, который обожает тот самый мультикалор. Он обожает головоломки и мультикалор. Он, конечно, делает игры разных жанров, но преимущественно это головоломки, мультикалори, особенно так было до недавних пор. У него, опять же, вот Dream Walker — это классная такая аркадная головоломка с мультикалором. У него ринга в левом нижнем углу — это вообще игра, сделанная чанка, которая тоже выглядит так, как обычные игры «Спектрум» и не выглядят. У него All Tower — это совершенно для нас мозга, потому что это мультикалор со скроллингом. То есть мультикалор — это такая техника, которая вообще достаточно много отнимает процессорного времени, но вот он умудрился еще и скроллинг мультикальный вставить, игрушка, опять же, выглядит совершенно потрясающе. Язи — игру, которую мы обожаем вставить в музее, потому что людям она очень-очень нравится. Тоже головоломка мультикалори в этом самом. И, наконец, Tiny Dungeon — это натуральный рогалик, симпатичный, без мультикалора, внезапно, но симпатичный, очень-очень играбельный. Хорошо, вот опять же, Денис Горчев сейчас делает, он не только с 3-спектром делает, он делает и LPC игрушки, он как-то туда немножко подался, но я надеюсь, что он с 3-спектром все-таки не забудет, когда ему что-нибудь для нас еще сделает. И, в частности, например, Язи заняла одно из призовых мест на конкурсе YGB. Очень-очень-очень хороший разработчик. А дальше есть тут в левом верхнем углу какой-то бардак. У нас и Санчес Крюк, и Синклэр, и Ревайнд, и Чёрт Ступи. Это все игры связывают то, что их программировал Александр Удотов, человек, у которого краснедный им Санчес. Он просто работал изначально один, потом вот временно у него появилась команда Ревайнд, в которой я даже поучаствовал. Мы вместе сделали, как вместе, я рядом постоял, игрушку «Консловование Spectrum Interlude». Как бы, когда обычно на западных форумах, на знаю, не знаю, на наших как, на западных форумах спрашивают, какой ваш топ-5, условно говоря, игр вот последних лет до «Спектрума», в топ-5 обычно попадает «Консловование». Потому что она действительно хорошо получилась. Моя функция на этом проекте была только в том, чтобы не дать всей команде разбежаться и разругаться. Я понял, каково быть условным продюсером, да, что я не программировал, я просто беттинсировал, я игру в итоге прошел раз в 200, наверное, как минимум. Вот, и да, реально классная получила штука. Потом они начали делать новый проект. Делали, 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 он чудовищ затянулся, и в итоге Санчес ушел делать другие проекты. Уже чуть-чуть другой команды, как и не совсем. В итоге что Санчес наделал? Санчес, например, наделал игру «Элиенс Неоплазмы». Это как бы не рецензионная, конечно, игра по мотивам «Чужих», но, в принципе, хорошая, классная ГГО-пострелялка, опять же, по вселенной «Чужих». Он сделал игру «Data Shadow» в левом нижнем углу. Он ее делал фактически по заказу Евгения Суховлина, известного достаточно блогера Синклэйр. Это должно было быть продолжение серии «Power Blade», которая выходила на приставке «Dendy», ну, «NES», «Dendy». В итоге решили поменять название, чтобы авторские права как-то не нарушать. И игра «Power Blade 3» превратилась в «Data Shadow». Получилась, опять же, бодрая, хорошая, не без остатков легких, связанных с управлением, но это лично моих заголовник. Наконец-то, опять же, Mighty Final Fight. Очень хороший, классный, достаточно точный порт известной, опять же, игры. Представлю, что «Elean's Neoplasma 2» буквально недавно вышла, она еще лучше, больше, чем предыдущая. Санчес, в принципе, достаточно плодилит, он делает много игр, это маленькая часть того, что он делает. Опять же, он делает игры еще и для Spectrum и Next'а, и много чего еще. Вот, ну, вот, сюда писала всех, кого только можно было. Еще один из таких столбов разработки современной доски. Хорошо, команда «Пьяная муха». Надеюсь, здесь есть фанаты и знатоки, и вообще. Она не такая новая, на самом деле, но уже сделала несколько классных игр. То есть, например, она сначала участвовала в одном из конкурсов в YGB с проектом «The Order of Sleeping Dragon» в левом нижнем углу. Заняла, насколько я помню, там, 5-6 место, но буквально через пару лет ребята в себя очень сильно прокачались, очень сильно прокачались. Выпустили игру «Marsmare Alien Nation», и этот конкурс просто выиграли. То есть она заняла первое место. Действительно классные полу-экшен, полу-аркада, полу-метроидване с красивой графикой, с красивой музыкой, с просто интересным геймплеем, и место первое вполне себе почетное и заслуженное. И, наконец, на последнем конкурсе в YGB игрушка «Coins Are Mine» заняла второе место, потому что в этом году вышла игра «Зоиси Серафима». Но фокус в том, что если Серафима делали полгода-год, то игрушку «Конь за мать» сделали, судя по всему, дня за 4-5. Это к вопросу о том, насколько быстро можно сделать игру, которая займет какое-то призовое место и заработает какие-то призовые деньги. И, в принципе, людям понравится. То есть главное на самом деле не графония, главное не звучание какое-то яростное, главное — это геймплей. Геймплей там хороший, увлекательный, опять же, какая аркадная головоломка, очень классная. И, пожалуйста, если вы уже обладаете опытом, умеете что-то делать, вы можете на игру потратить буквально несколько дней, меньше недели и занять второе место в конкурсе, достаточно известном. В общем, ребята тоже сейчас делают, они делают «Marsmarly Nation» для PC, для Steam'а, надеюсь, и на Spectrum тоже, опять же, не забьют в итоге. Так, да, прекрасно. Окей, с отечественными мы еще не до конца закончили, еще к ним вернемся. Есть британский программист Алан Торви, он в последнее время много программ делает, он часто делает современные версии старых игр, берет их, прям переделывает, улучшает, докручивает и так далее. У него, например, «Jost», это такая спектромская версия известной аркадной игры. У него «Invigators», сложное название, потому что это «Invigators», «Space Invaders» на движке АГД, в принципе. У него «Pakman RX», хороший, хороший клон «Pakman», очень хороший, но мне, правда, гораздо больше нравится наша разработка «Specuman» от «Gronge» и «Actor Top», которая, в принципе, такая же, только чуть-чуть лучше. Вот и все, даже может быть не чуть-чуть. «Terapin» со «Steroids RX», опять же, это разработчик хороший, у него есть свой издательский дом, про него чуть позже скажу. Тем не менее, он тоже достаточно плодовитый, каждый год по минимуму по 2-3 игры выпускает, и они высокого качества, а не обы что. Часто данный движке, я говорю, ну, это не страшно, абсолютно. Окей, вот, опять же, еще отечественный разработчик Сергей Смирнов, вот, его знает Магик Гогогин, да, спасибо, похлопайте, похлопайте, Сергей, он здесь сидит, надеюсь, не ушел еще. Шикарный разработчик, очень талантливый, очень такой персональный, потому что, опять же, вот в левом нижнем углу у нас картинка «Super Mario Bros.,», да, ну, просто «Смарёд». Казалось бы, ну, картинка и картинка, вопрос в том, что Сергей сделал игру «Super Mario Bros.,» адаптировала для «Спектрум», а не просто какого-то поэкранное предвижение, а это натуральная игрушка со скроллингом, вполне себе нормальным, с бодрым, с шустрым. Игрушка более-менее точно воспроизведена, то есть оказалось, что все-таки «Super Mario Bros.» просто на «Спектрум» мы пытались сделать на протяжении, вот как он у нас появился. Вот с конца 80-х все пытались сделать «Super Mario Bros.» на «Спектрум». Всяких тем, технических темок и так далее, было, наверное, что 5, по меньшей мере. Некоторые были нормальные, некоторые были совершенно кривенькие, косненькие. Но вот, наконец, Сергей появился, получилось точнее, и он эту и круто делал, и, наконец-то, выпустил. Опять же, начать проект – это одно, написать движок – это другое, но доделать до конца – это совершенно третье. «Стоп Ковид» – это тоже «Super Mario Bros.» немножко другой, измененный в честь ковида, простите, он был сделан. Также давным-давно Сергей сделал игру «Dizzy Underground», очень хорошую, опять же, версию «Dizzy», потому что в свое время, когда «Dizzy» официально помер, временно его, разумеется, похватили разработчики другие, в частности, отечественные. И на «Спектрум» наши многие старались, чтобы «Dizzy» был жив-здоров. И, наконец, недавно Сергей сделал игру «Nothing». Это порт чужой игры, у которой он получил разрешение у автора и, опять же, он перетащил на «Спектрум» игру со скроллингом во всех направлениях, даже с светом, плавную, шуструю. Она работает настолько, опять же, «Спектрум» и хорошо работает, прекрасно работает. Ее можно еще немножко ускорить, если, например, повысить частоту процессора. Но зачем это делать здесь? Она и так прекрасно пашет. Так что вот, кто хочет поиграть именно в платформеры, которые со «Скроллингом», пожалуйста, «Super Mario Bros.» – «Nothing» берет с песней. На «Спектрум» таких игр очень мало, если вообще другие существуют. Ну, да, прекрасно. Тоже нельзя не упомянуть Романова в «Варфоломеева». Это не так давно человек работает на «Спектрум», но уже делал несколько хороших игр. Например, сделал игру замечательную «Белый Югуар», ее лучшую версию, которая недавно вышла. Она тоже участвовала в конкурсе в RGB. Сделал игру «Чепресска». Она была попроще, она была такой одной из первых. И, например, господи, «Эль-Би-Гу-Ту-Де». Я постоянно путаюсь в этом названии. «Эль-Би-Гу-Ту-Де». Да, окей, хорошо. Игра красивая, игра необычная, и ему часто помогает в кондинге еще чем-то. Юрий Потапов, которого вы все знаете как Джерри. Ну, и не все знаете, кто-то знает. Джерри сам по себе сделал классную версию для «Спектрума» игры, господи, «Shadow Warriors». То есть про известного ниндзю достаточно. Хорошо. И еще один товарищ, тоже классный, Рафаэль Авери, простите, Руиз. Он делает совершенно потрясающие вещи. Ну, смотри, например, про «Мвертнем углу» у него игрушка, которая сделана, как на сэмбере написано. Карлс Мишелис. Я ее хорошо знаю, потому что я помогал ему ее переводить на русский язык. Он ко мне постучался и сказал, а можно перевести с испанского, ну, точнее, с английского на русский? Я говорю, конечно, можно. И помог ее перевести, поэтому он существует на английском, на испанском, на фортугальском и на русском тоже. Вот, так же после этого он приходил с игрой «Локсы». То же самое. Михаил, помогите перевести на русский. Я ее тоже переводил, там брал цитаты из фильма, потому что она очевидна, это отсылка на «Робин Гуд», «Принц Воров». Также он сделал замечательную стрелялку «Рэдшифт», на мой взгляд, из стрелялок типа скролшутера, а-ля «Эртайп», а-ля «Лайтфорс». Вот из последнего времени это самое-самое лучшее. Всем, кто не играл, кто любит этот жанр, очень сайтюбка играть, она прям завлекательная. И вот «Вуданг» и «Локсли», у них есть одна особенность, они, в принципе, написаны на песенке. Больше всего вымораживает игра «Локсли», которая написана на чисто, бесит, по-моему, с маленькими вызовами процедур ПЗУ, но без своих ассембленных процедур. И при этом она выглядит и играется ровно так, как если бы игра была на сентре. Мне очень понятно, как она работает. Я позже упомяну про один конкурс, в котором нужно сделать лучшую игру на песике. И там есть две номинации – чистый песик и скомпинированный песик. И вот эта игра выиграла в номинации чистый песик. Она подошла по всем критериям, и она реально невозможно поверить, что она работает чисто на песике, а не на сентре. Хорошо. И, наконец, компания «Мухон Твинс», я говорил про движок МК-1, «Ля Чурерра», «Ля Чурерра». Это вот они сделали. У них тоже большое количество игрушек, преимущественно платформеры. Вот, Увол, Гокумал, Сир Апа, Увол. Постоянно путю. И у них целая серия игр про девушку по имени Черри, Черри за год и так далее. Вот эти право арты, две штуки, такое ощущение, как будто это… Да-да-да. Ощущение, как будто это на Out of Combo рисовалось, честно говоря. Им. Ты рисовал, да? Серьезно? А, хорошо. Я уже был поверен в тот. В общем, да, там на самом-таки картинок очень много. И зайти к ним на сайт «Мухон Твинс», там прямо целая галерея. Там сплошные непотребщины какая-то на спектре. Вот, тем не менее, игрушки местами неплохие, достаточно бодрые. И, опять же, они сделали движок, что им честь и хвала. Хорошо, с разработчиками мы закончили. Теперь остается вопрос, где эти игры приобретать. Ну, смотрите. Сейчас. Эть, эть, эть. Да. Есть несколько магазинов, которые, онлайн-магазинов, которые можно игрушки купить. Их, на самом деле, очень мало. Некоторые уже не совсем работают. За последние 5-10 лет некоторые просто закрылись. То есть, некоторые там был, например, Boomfan Gaming, Boomfan Satware, он закрылся, он не работает. Было еще парочка тоже магазинов, которые, например, через Facebook работали. Тоже не Пашу. Что осталось из-за того, что более-менее работает. Разумеется, TexOnline, это Алексей Евсилонов, проект. Там, в принципе, он выкладывает игрушки и от Санчеса, и от многих кого еще, и, опять же, от Минскрачева. Сколько я помню, там можно купить цифровую версию или скачать цифровую версию, если, опять же, человек решил выложить бесплатно. Тоже такое часто случается, опять же, как в той же Зосе. Вот, это нормальный полноценный магазин. Можно пользоваться без проблем, заходить, посмотреть, там большое количество игрушек, и вот так можно некоторым разработчикам просто помочь за их хорошие, за их долгие трубы на спектре. Есть магазин, ну, скорее, такой магазин на другом движке. Midnight Brew это от Алана Терви, того самого разработчика, который сейчас игрушки издает. Например, игрушку нафин, если я ничего не путаю, издал именно Алана Терви. Вот, как раз в своем Midnight Brew, на своем ледле. Есть, наконец, магазин с непризисимым названием Matra Computer Automations. Вот, там огромное количество кассет физических, которые можно просто у них купить. Они прямо, наверное, сейчас, на мой взгляд, какие-то самые-самые крупные из тех людей, которые не только цифры укладывают, а еще и физические версии укладывают. Наконец, Zosie Entertainment, ну, опять же, у них магазин работает, но купить вы ничего не сможете, потому что просто запрещено. кидаете в корзину, а потом ничего не получается. Обидно, но, может быть, все-таки, когда-то они оживут. И, наконец, для очень-очень многих, почему сейчас некоторые магазины, видимо, отмерли, потому что есть ичо, сайт, на котором как раз ретро выкладывается преимущественно цифровые версии. И там можно и задонатить, и купить. То есть, хотите, разработчик может поставить, что за 2 бакса хотим игру продавать, хотите за 20 баксов. Хотите, господи, за бесплатно, ну, пожалуйста, задонатьте что-нибудь. куча-куча вариантов, там можно настраивать свои странички достаточно легко. Это, к сожалению, периодически приводит к тому, что страницы были как страшный ад, но, тем не менее, ой, перескочу, елоку. Хорошо. Так вот, окей, и, да, это последний магазин, который общий, это просто некая площадка, которую магазином сложно назвать, но там очень-очень многие игрушки современные выкладываются и за деньги, и не только. Окей, и, наконец, вот как разработчики современные получают прибыль. В принципе, если пункты перечислил, давайте на каждом остановимся. Вкратце, разумеется. Ну, вот первый пункт, когда прибыль равно нулю. Это когда человек просто актеруист, он хочет сделать игру, он хочет сделать игру для спектру или своей любимой машины, или, или, например, он ни на ней не вырос, он с ним познакомился недавно, он узнал, что вот есть такая машинка, замечательная, с чудовищными ограничениями по современным меркам. 48 кбайт памяти, 7 кбайт фактически под экран, 15 цветов, с хитрыми ограничениями на экран, с маленькой частой процессора, переспаливной в МГц, и так далее, и тому подобное. И вот ему хочется сделать игру просто показать себя, просто доказать себе, что он магет. Вот он ее делает, вкладывает, и не хочет за нее брать никакие деньги, не считая, что это что-то достойное оплаты. На мой взгляд, неправильно, но такое случается. Даже на донаты нет ссылок, в том плане, что вдруг люди хотят помочь. То есть, но это очень круто, потому что у нас реально получается большое количество софта, бесплатно абсолютно. Но иногда просто хочется донатить, а нет возможности. Второй вариант, это то же самое, абсолютно, просто донатали. Бесплатно качать, сколько тебе влезет, но вот тебе кнопочка для донатов. Хочешь поддержать разработчика, донать, не хочешь, не донать. Мы когда к основанию сделали, мы ее выложили бесплатно, разумеется, и донаты принимали. Принимались они так себе, откровенно, это известная тема, что донаты не особо работают. Особенно в России тоже. На Западе работают, у нас нет, к сожалению. Потому что тогда 99, там 90, хорошо 5% донатов, было конечно от американцев, британцев, не от отечественного, так сказать, покупателя. Увы. Хотя можно было, в принципе, и так сделать. Наконец, третье, это бесплатная цифра и платная физика. Это вот как Зоси поступают, они выкладывают обязательно у себя прямо на сайте бесплатную цифровую версию в формате тейп, кассетные. А хотите потратить деньги, не вопрос, покупайте хорошее, качественное физическое издание. Такой симпатичной коробочки, с настоящей кассетой, с постом, с мануалом, в общем, все как надо, все как выше Домах Парижа. Реально у меня полная коллекция игр от Зоси Штруи дома, и они замечательно где-то подки, просто очень качественно сделаны. Опять же, наконец, последняя, предпоследняя платная цифра, то есть вообще игра платная в целом, ну как бы ничего-то не поделывает, хочет человек взять за свою игру кучу денег. Я не против, как бы если я не захочу, ее не куплю, если захочу, ее куплю, то есть вопросов нет к этому абсолютно. И наконец, последний тоже неплохой безвременно платная цифра. То есть мы просто берем и выкладываем, например, на две недели платную версию, и все прекрасно про это знают, что через две недели игра будет бесплатной. Хочешь подождать? Жди. Не хочешь? Покупай сейчас, тройте деньги, поддерживай, продавить, как хочешь. Вариант, в принципе, достаточно неплохой тоже. Окей, хорошо. Вот, что еще, как еще можно поддержать разработчиков? Ну, во-первых, их можно похвалить, им можно заслать донат. Наконец, разработчики периодически принимают участие в разных конкурсах. Конкурсы бывают разные. Например, в свое время в Ритании был такой вот конкурс. Мне как раз сегодня напомнили, спасибо большое. Вот, например, игра такая, Герон, которая в итоге была разбита фактически на три части. Изначально выпустила первую и вторую часть. И вот человек, который прошел Герон Мекрополис, как раз разгадал там головоломку, специальную загадку, он мог получить машину Porsche или 12,5 тысяч фунтов, по-моему, в, опять же, эквиваленте. По-моему, здесь фунты речь, да, или нет, очень понятно. Ну, не суть важна. В общем, кто первый решал, тот эту машину и получал. Или деньги вместо не есть, потому что машина не хочет возиться. В итоге, действительно, по-моему, там было много участников, они по-моему, разыграли, и действительно один человек, как я выяснил, по крайней мере, вроде это не Амад, машину натурально получил, то есть 12 тысяч долларов компания с половиной потратила на этот замечательный розыгрыш. И это не первый случай и не последний случай. Такое периодически в свое время случалось, то это скорее не конкурс, это действительно розыгрыш среди покупателей, да, ведь немножко не то, о чем мы сейчас говорим. Просто к слову пришлось. Вот. А настоящие есть конкурсы, до сих пор проводятся. Наверное, самые известные четыре штуки, про которые хотя бы более-менее так вспоминают. Значит, первый, который появился, там, по-моему, лет шесть-семь назад, три штуки было проведено, сейчас почему-то он как-то не подает признаков жизни. Это ZXDev. Это ребята-испанцы, они прямо организовали конкурс, собрали деньги, то есть просто королфандинг обычный, и они под каждый конкурс придумали свою тематику. Они придумали, тематика такая, медиа, это значит, что, например, рекранизации каких-то игровых версий каких-то фильмов или чего-то еще, или демейки. Демейки, это когда вы берете игру на каком-то мощной платформе и делаете ее для более слабой платформы. И у вас что-то такое получается. Более-менее. А до этого было, например, MIA N-Remakes, это были либо игры, которые когда-то пытались сделать, но так и не выпустили. MIA это Miss in Action, ну, пропавший бездельцы фактически. Таких игрушек для того же спектрума огромное количество, прям очень большое количество, некоторые прям легендарные, которые до сих пор ищут, не факт, что найдут, может быть, точно найдут. Герой Джиана Систерс, например, была такая игра, которая вроде как все говорили, что журналы говорили на спектрме, ее сделали, но в итоге она так не боялась. Может быть, это в раке, может быть, ее там сделали наполовину и в итоге забили исходный костер и больше там ее никогда не видать. Вот. Но одна проблема этого конкурса, там все хорошо, там прекрасно собирались деньги, там большое активное сообщество, там, в принципе, и призовые фонды. Были там в районе 1000 евро, и там 1200 евро, и 1500 евро. То есть хорошие, нормальные, неплохие призовые фонды. А проблема только в том, что некоторые участники злоупотребляли правилами, и, например, они, вот один из конкурсов, человек, кто знает игру Лас Ниндзя? Кто знает? Вот. Соответственно, есть игра Лас Ниндзя 2, но за этих спектрами, первой игры нет как таковой, просто ее тупо не выпустили. И вот некоторые товарищи, как раз на этот, по-моему, финальный конкурс, они, или на предыдущие, они заявили игру Лас Ниндзя. А конкурс как раз был не Miss Tindexion, то есть все-таки ума, ну я в частности, наконец-то кто-то возьмет, заморочится, сделает ту самую первую часть игры, которая на спектрами так и не вышла, ну хотя бы в современном, там, чтении. Какой же был дурак, потому что ребята просто взяли свою предыдущую игрушку, Ниндзя Кул, и назвали ее так, Ниндзя Кул, Лас Ниндзя. И все. Она к тому и Лас Ниндзя не меня никакого отношения, меня, и некоторые еще товарищи, преимущественно, меня чудовищно вывешивало, и вот некоторые просто участники, они эксплуатировали правила конкурса, устроители конкурса это полностью устраивало, и поэтому вместо какого-то бешеного количества игрушек прям классных, мы получали некоторое хорошее количество игрушек классных, на мой взгляд, могло бы быть еще больше. Ну в последнем конкурсе победила игра Ниндзя, потому что это вполне себе честный димейк, абсолютно, который еще получил разрешение. Типа такое же количество очков набрала игра Токемал, тоже, в принципе, неплохая, но это отдельная история. Хорошо. Еще один конкурс Твоя игра. Конкурс в свое время достаточно известный был, он как-то потом загнулся, и вот несколько лет назад, уже не помню, три, четыре, пять, провели еще один конкурс, да, собственно говоря, Твоя игра 6. Здесь целью был выбран не только Spectrum, здесь целью была выбрана еще, например, вот, из X Evolution, можно было делать игру и для Spectrum, и для Evo. Хороший был очень призовой фонд, и, в принципе, игрушки, которые прошли, были хорошие, просто их было очень мало, и как-то он не получил большое распространение, и после этого, по-моему, как-то Твоей игре 7 никто не задумается, а очень жаль на самом деле, потому что, опять же, деньги собрали, правила устроили, просто побольше бы игрушек, было бы вообще замечательно, прям совсем замечательно, но не получилось, не смоглось. ждем все-таки возвращения твоей игры 7, например, очень ждем. Вот, наконец, есть конкурс от сайта Byte Maniacals, это как раз то, что я говорил, эти ребята проводят разные конкурсы, но они каждый год или два проводят конкурсы на создание игры на бейсике, и вот вы можете присылать игры на бейсике обычным, чистым, и скомпилированным, и вот в последний раз победила игра, которая на чистом бейсике, которая работает быстрее скомпилированной, гораздо та самая Локсли, проробленная из Локсли. Очень хороший, классный конкурс, опять же, за ним активно слежу, и иногда появляются очень забавные игрушки даже на чистом бейсике, даже на простом бейсике. Вот, и, наконец, то есть, под завершение конкурса, в котором я сейчас являюсь частичным организатором YRGB 2024, он вообще зародился достаточно давно, он просто сначала назывался Retro Games Paddle, потом перешел под крылом Яндекс, он начал называться YRGB, сейчас он от него фактически несколько ушел, теперь вот Яндекс предоставляет призы денежные, а я, на себя взвалила ответственность за организацию всего, за общение с прессой, с разработчиками, с зрителями, с участниками, со всеми, с кем только можно, активность в соцсетях и так далее. Последний раз, когда мы проявили YRGB версия 3, опять же, конкурс отдался, там были классные игрушки, и было Konza Mine, и Серафима, все было хорошо, но мы иногда очень медленно отвечали на запросы, на заявки, то есть, люди подавали заявку, мы на нее там только на 5 месяцев не отвечали, потому что мы даже не знали, что она пришла, особенности работы в крупной компании, скажем так. Вот, а теперь это все несколько ускорилось, заметно ускорилось, поменялись правила, то есть, например, мы там поменяли систему призов, у нас раньше было как, у нас раньше было 80 тысяч за первое место, 60 тысяч за второе место, 40 тысяч за третье место, и 20 тысяч приз в древних симпатий, симпатий, вот, и игрушки, соответственно, как считались, то есть, игре, все, строгое жюри, они просто оценивали игру по графике, по звуку, по геймплею, и зачем-то в прошлом году два раза мы делали по геймдизайну, это лишний пол, абсолютно, который не нужен никому в данном случае, он слишком сильно сочетается с геймплеем, совпадает, поэтому в этом году ее выкинули, и вот эти сумма скидывалась, точнее, все эти показатели складывались, получалась сумма, и вот кто первое место, тот и получает 80 тысяч рублей, во второе, то 60 тысяч рублей, и тут получалось так, что игрушка типа, например, от Zosie Entertainment, которая обычно совершенно потрясающая по графике, всех давит по звуку, примерно то же самое, и по геймплею очень хорошая, даже если она где-то немножечко нитянула по геймплею, она все равно займет первое место, без вопросов, поэтому народу даже как-то не даст их новаться как-то скучновато, в этот раз я предложил и согласились, что мы просто сделаем три фактические приза, то есть призрительские симпатии, у нас будут призы в графике, в геймплей и в звуке, и теперь даже игра, которая, допустим, не может себе обеспечить шикарный звук или шикарную классную графику, но она выявит просто там у всех первое место по геймплею, она натурально займет первое место в своей категории, а в других, например, второе и третье, и в итоге все равно игра, которая, например, во всех смыслах будет круче остальных, она займет первое место там-там-там, получит даже больше денег, 90 тысяч, потому что в этом году призовой фонд немножко увеличили, он теперь 215 тысяч рублей составляет. И в принципе это, по-моему, хорошая идея, потому что это разработчикам, которые не обладают такими ресурсами, нетерпением бесконечным от Зоси и других крупных крупных студий, они могут себе позволить на что-то тоже рассчитывать, даже на первые места некоторых категорий. Плюс, опять же, мы там поменяли меню, у нас теперь в меню два соотечественника русских, у нас уже два или три иностранца-британца, опять же, у нас один португалец, у нас один испанец, у нас, может, еще один британец присоединиться, то есть у нас такое международное меню, меню, жюри, разумеется, состоящее из разработчиков, художников, гейн-дизайнеров, журналистов, просто много чего еще. И, соответственно, сейчас этот конкурс проходит, я призываю всех, кто не думал даже, например, о том, чтобы принять участие в разработке игры для спектрума, на самом деле, все-таки, попробуйте в этом деле, потому что оно дикое, на мой взгляд, интересное, можно, опять же, как я до этого рассказывал, на сендере, на сей, на обейском, на чем угодно, и, опять же, шансы победить, или занять призовое место, или какое-то приличное место, есть. Например, повторюсь, в прошлом году у нас первые три места заняли три игрушки, а четвертое место с небольшим отрем заняла игра The Unicorn, Единорог, одного разработчика достаточно, и она всем так же и понравилась, что мы просто решили сделать ей специальный приз, подарили колонку и чего-то еще, потому что прям классная игра была. И шансы есть у всех, разрабатывать игры, конечно, сложно, но безумно интересно, осталось у нас 30-35 дней, сайте каждый день это количество дней меняется, можно, в принципе, делать, можно разрабатывать и прославиться, ну если на весь мир, то на сообществе спектрумистов, это точно, потому что потом про этот конкурс пишут пресса современная, а для спектрума все еще есть пресса, выходит до сих пор, возродился журнал Crash, приходится журнал Fusion, есть журнал RetroGamer, опять же, который универсальный, общий, на самом деле, куча журналов, куча прессы, куча форумов, сайтов, на которых про это все пишут, не только у нас в России, а еще, опять же, в Британии, в Португале, в Испании, и еще, в общем, где, везде, где этот самый спектрум жив, так что вот здесь есть QR-код, можете просто зайти на сайт, он очень простой, yrgb.ru, там и условия, и ссылки на группы, там можно поучаствовать в группе, в котором поспрашивать, как игры разрабатывать, спросить, там совета, мнения у участников жюри и у председателя, то есть у меня, в жюри, там у нас есть паблики специальные ВКонтакте и в Телеге, в которых я буду выкладывать всякую информацию про конкурсы и то, как делать игрушки, много-много чего еще. В общем, присоединяйтесь к этой уникальной вещи, и у нас выходит по 400 игр на спектру до сих пор, каждый год, и мне, наверняка, многим спектрунистам хотелось бы, чтобы это вот не прекращалось как можно дольше, чтобы так и было, 400 плюс, 500 плюс, и так далее, и тому подобное. Я, с моей стороны, пытаюсь этому как-то посодействовать и вот надеюсь, вы тоже к этому присоединитесь. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Даже сейчас уложился. Может быть, у кого-то вопросы есть? В принципе, я все рассказал, но вдруг, такое надо бывает. Можно будет на Яндекс исправлять фирму 128К? Можно в 48К? Все очень просто, нет, да, смотри, все очень просто. У нас еще до этого был запрос такой, что типа, ребята, а что вы прикрепили так к этому 128К фирменным компьютером? Правило такое, игра должна работать на фирменном компьютере 48К-128К. И вы, наверное, имеете в виду, что каким здесь все? 6К, EO и прочее, и прочее. Ну, да, немножко другое, да, мы сторонники фирмы. Нет, смотреть все очень просто. Грубо говоря, этих компьютеров, которые 48К и 128К, их просто тупо гораздо больше в мире, гораздо больше. Поэтому МИС может поиграть большее количество людей. Но если, если, когда, например, появится бюджет в два раза больше, то лично я буду голосовать за то, чтобы был один, как бы, конкурс на спектру 48-128К, фирменный, и на так называемые суперспектрумы, которых уже много. В которых есть Evolution, там ATM, опять же, да, то же самое, в которых есть, опять же, Sprinter, есть Spectrum Next, наконец, что-то возьми, и много чего еще. Если денег будет больше, для этого нужен, чтобы этот комплекс часто состоялся и был успешным, тогда и, возможно, и другие варианты тоже будут. Вот. Смотрите, он, конечно, там, там, немножко другие, но я думаю, если вы сделаете под Пентагон 128, то он почти наверняка будет прекрасно работать на спектру 128. Может, мультикалор слетит, да, к примеру, но не делайте мультикалорий. В принципе, оно будет и там, и там работать в большинстве случаев за редким и редким исключением. На Пентагоне чуть побыстрее, насколько я помню, да, его же Дима Сенна красно-активно используют. Вот, но, в принципе, это не запрещено. Пусть он работает на Пентагоне, главное, что на Солдс-8 тоже работал. Я, Олег Сенин, Саймон Батлер, Марк Джонс, Саймон Батлер, Марк Джонс, это ребята, которые не художники из компании Option, очень-очень-очень известные. Очень надеюсь на Криса, господи, Вилкинса, который, господи, издает как раз кучу журналов «Самена спектра москвит». Он дал согласие, он пока еще не прислал свою информацию, такой маленький эксклюзив, который может не случиться, на всякий случай, да, я это подтвержу, но тем не менее. Плюс, опять же, товарищ Андрея Лиаво, это владелец и ведущий сайта Планета Синклеер, Планета Синклеер даже, так скорее, он португальский сайт, на самом деле. Вот, и ребята из сайта El Mundo del Spectrum, сайт чисто испанский. Вот, они все согласились, они все будут судить, они в прошлые разы у нас участвовали, у нас там некоторые участники, члены жюри, вы были, потому что, возможно, будет делать игры, а может и не будет, посмотрим. Хочешь, хочется над надеяться, опять же. А если игра будет только на русском, как они будут? Лучше делать на английском. Ну, то есть, они, конечно, поиграют, они, если это чистая аркада, они, у нас нет правил, только на английском, ни в коем случае, Ну, вот, если посложнее, то нужно быть готовым к тому, что англоязычные товарищи, что они поймут. Ну, это, это как бы не жестокое правило, просто, если у вас же есть три англоязычных человека, а еще человек португалиц-испанец, то делать игру чисто на русском, это все-таки не очень хорошо, вообще полезней, на мой взгляд, делать игру на русском и английском. Вы, конечно, естественно, играли в английский. Да, тоже. Можно поиграть? Да, нет, можно, конечно, да, почему бы и нет, ничего не поймут, но ладно. Это их проблемы, да? Да, да. По геймплею? На самом деле, очень простые, это, грубо говоря, прет-нет-нет, кроме шуток. Я по-другому оценить геймплей не умею, если меня игра просто не отпускает, и я вижу, вижу, окей, есть технические это моменты, где, не знаю, уровень грамотно составленный, да, у нас до этого, как раз, и был геймплей, геймдизайн, это не одинаковые категории, но они пересекаются местами, вот составленные гривоуровни, например, к примеру, это плюс-минус не очень хороший геймдизайн, но от этого геймплей следует. Если мне игру хочется играть, 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 я у него продолжаю играть, даже если у него простенькая графика, это хороший геймплей. Если я хочу проще через 5 минут, при том, что она красивая, классная, замечательная, но это, наверное, геймплей не очень хороший. Тут, к сожалению, геймплей штука чудовища, объективная, и сколько раз не пытались всякие гражуры пытаться вывести какую-то объективную оценку, когда они брали, условно говоря, продолжительный, сбыл такой журнал, хороший, навигатор игрового мира, они финальную оценку вводили математическим образом. Они брали графику, брали звук, брали там еще что-то, брали оптимизацию, короче, кучу параметров, вводили какую-то среднюю оценку. Это, конечно, ну, средняя оценка игры не могла являться, потому что качество игры, потому что все, все должно быть, может быть, хорошо, но при этом геймплей никакущий абсолютно, и ты ее это иначе, как вот по наитию, просто субъективно не оценишь. Все, да? Еще раз спасибо большое. Спасибо большое.